Библейский портал экзегет.ру представляет Пророк Иезекииль. Первая глава. Я буду читать свой перевод. Я Андрей Десницкий для библейского портала «Экзегет». С небольшими комментариями. Но сегодня комментарии будут необычные. Я скоро объясню, почему. Надо в самом начале сказать немного о пророке Иезекииле. Кто он такой, где он находится. Об этом он прекрасно сам рассказывает в самом начале своей книги. Вряд ли это он записал. Но тот человек, который записывал его пророчества, за ним, наверное, постарался это точно зафиксировать. Он священник из Иерусалима. Но пророчествует он не в Иерусалиме. И вообще вся его книга связана с совсем другой местностью, с Вавилонией. В чем дело? В начале VI века город Иерусалим был взят вавилонинами, разрушен так же, как и храм в Иерусалиме. И значительная часть иудеев была переселена на другую территорию. Но, впрочем, это было даже не первое переселение. Иезекииль к этому моменту уже вместе с другими изгнанниками жил в Вавилонии. Эта практика была распространена у ассирийцев, потом в Вавилоне не ее переняли, но встречалась и в более новые времена. Чтобы завоеванный народ не восставал, его отправляли подальше от места его обитания. Там, где люди знают каждую тропку, каждый камешек, им легко, конечно, организовать сопротивление захватчикам. Если они оказываются в совершенно новой для себя местности, то все силы уходят на выживание уже не до восстаний. Поэтому такие вещи делали с потенциально опасными народами. Вот в Вавилоне не так поступили с израильтянами еще даже до разрушения Иерусалима. Первая партия как раз вместе с царем Юахином и Иезекииль отправился туда, в Вавилонию, жил в месте, которое носит всем сегодня известное название Тель-Авив. Но это совершенно не тот город, который на территории государства Израиля сегодня находится. А значит, это весенний холм. Ну, Авив — это один из весенних месяцев. Апрельский, может быть, холм или майский холм. Календари все-таки не совсем совпадают. Ну и что же вавилонский плен означает? Вот, скажем, пророк Исаии очень долго предупреждал о том, что если израильтяне не перестанут творить всякие безобразия, то их ждет катастрофа. Это и случилось. Катастрофа произошла. И, конечно, мы читаем в пророческих книгах у разных пророков о том, как можно было бы избежать этой катастрофы, изменив свое поведение. Мы читаем в той же книге Исаии, кстати, начиная с 40-й главы, как возродится заново жизнь в земле Израиля, отстроится Иерусалим, его храм. Но что в плену-то происходило? Вот об этом книга пророка Иезекииля. Представим себе израильтян, которые находятся далеко от родины. Все-таки Ветхий Завет очень привязан к земле. Ветхий Завет очень тесно связан с ритуальной стороной поклонения Богу. Конечно, Бог везде. Об этом, наверное, никто не будет спорить. Но, тем не менее, поклонение Богу только в Иерусалиме, только в храме, это один из важнейших принципов той религии, которая была у израильтян. И вдруг это все уничтожено, это все разрушено. Они оказались не просто в Вавилоне, они оказались в полной духовной пустыне на Северном полюсе. Где ничего нет и ничего не может быть. Не то, что не построили пока храм, но сейчас построим, будем приносить жертвы. Но нельзя его здесь строить. Во-первых, потому что вавилоняне не дадут у них своя религия языческая. А во-вторых, и в главных, потому что, собственно, запрещено какое-то другое место для поклонения, кроме Иерусалима. До Иерусалима не добраться туда, никто не отпустит. Значит, все, значит, ничего больше не будет. Значит, израильтянам остается просто раствориться в окружающем мире, стать такими же, как все остальные, принять язычество, но, может быть, даже не принимать его, а хранить некую такую абстрактную тайную верность своему богу, но она не будет выражаться ни в каких внешних действиях. Как жить в плену? Вот как описывает эта книга из Икииля. Начинаем с первой главы. Это было в 30-й год. 30-й год, начиная как раз с первого переселения, то есть 593-й год до нашей Иерусалима еще стоит. Он еще не разрушен, хотя очень скоро, всего через несколько лет, будет разрушен полностью. На пятый день четвертого месяца очень все точно датировано. Но календарь немножко другой, поэтому нам трудно это перенести на какие-то даты современные. Ну, ведь месяцы, погоду, они так могут сдвигаться, да, и с какого месяца начинать этот счет, тоже не всегда ясно. На пятый день четвертого месяца, когда я был среди переселенцев у потока Кевар, открылись небеса и явились мне видения Божии. На пятый день пленения царя Иоахина в пятый день месяца было слово Господня к священнику Иезекиилю, сына Бузи, который тогда был в стране халдеев, у потока Кевар, и была на нем рука Господня. Храма нет. И не будет скоро. И вообще неизвестно, будет ли. Мы сегодня знаем, что будет, но тогда они не знали. Храм еще не разрушен в Иерусалиме, но до него уже не добраться. И мы далеко от него, и вообще вот далеко от Бога. Открылись небеса и явились мне видения Божии. Оказывается, там это тоже может быть. Дальше описание. Вот вы знаете, я его прочитаю целиком и не буду комментировать по отдельности, потому что комментировать это по отдельности абсолютно невозможно. И когда я прочитаю, вы поймете почему. Видел я, как с северной летел могучий ветер с огромной тучей и сверкающими молниями. Вокруг него сияние, а в середине его сверкало нечто вроде янтаря. Были посреди него четверо живых существ, на вид подобных людям. Но было у них по четыре лица и по четыре крыла. Ноги у них прямые, и на них словно бычьи копыты, сверкающие, как блестящая бронза. А по четырем сторонам были у них под крыльями человеческие руки. Их крылья соприкасались друг с другом, а во время шествия они не оборачивались, а шли, куда смотрели их лица. С правой стороны у всех четырех лицо человеческое, лицо львиное, а с левой стороны у всех четырех лицо бычье, у всех четырех лицо орлиное, такие у них лица. А крылья воздеты вверх, так что два крыла касались других животных по обеим сторонам, а два крыла покрывали тело. Каждое шло туда, куда смотрело лицо. Куда хотел, двух туда и шли, и во время шествия не оборачивались. Эти существа были подобны раскаленным углям и горящим факелам. Между существами пробегало пламя, от него исходило сияние, и молнии били из огня. И сами эти существа с быстротой молнии перемещались туда и сюда. Очень кратко скажу о существах. Обратим внимание, что у нас четверо живых существ, у которых четыре лица, смотрящие в разные стороны. И эти существа шли туда, куда смотрели их лица, то есть одновременно во все четыре стороны. Это уже невозможно себе представить. Я уж не говорю о том, что они очень странно выглядели. Продолжение. Я смотрел на этих существ и увидел четыре колеса на земле, по одному перед каждым из них. На вид и по своему составу они были словно из кристалла. На вид и по составу они одинаковы, причем внутри каждого колеса находилось другое колесо. Они двигались в любую из четырех сторон и при движении не поворачивали. Высокие и ужасные их ободи, и ободи их усеяны глазами, все четыре. Когда приходили в движение те существа, то двигались и колеса. А когда существа отрывались от земли, отрывались и колеса. Куда двигался дух, туда и они. И куда бы ни направился дух, подли него поднимались и колеса, ибо в них был дух тех существ. Когда двигались одни, то двигались и другие. А когда останавливались одни, то останавливались и другие. И когда существа поднимались, то поднимались подли них и колеса, ибо дух существ был в колесах. Значит, ничуть не легче Четыре колеса, которые двигаются в любую сторону, не поворачивая При этом внутри каждого колеса другое колесо Попытайтесь себе это представить По-моему, это абсолютно невозможно Мало того, у них еще глаза на ободях Ну, ладно, это можно себе представить неестественно Но, по крайней мере, мы понимаем, как Но в этих колесах дух существ Они движутся одновременно и движутся туда, куда хочет дух Но дальше больше А то, что было поверх существ, выходило на свод из сияющего льда Раскинутый прямо у них над головами Прямо под сводом сходились их крылья Так что одно касалось другого А другие два крыла покрывали у каждого его тела И слышен был мне шум от их крыльев, как рокот водопада Как гром всесильного, грохот буря и крик войска Когда они двигались А когда останавливались, то опускали крылья И звучал голос со свода, что было у них над головами Когда они останавливались и опускали крылья Над сводом, что было у них над головами Было нечто на вид, подобное престолу из сапфира А на престоле восседал некто, подобный на вид человеку Я увидел, что оттуда, где у него был пояс и выше Он словно из расплавленного янтаря и весь окружен огнем А ниже он был словно из огня и окружен сиянием Это сияние вокруг него походило на радугу Какая бывает в облаках в дождливый день Ну вот, можно себе представить кого-то, кто подобен человеку Но при этом он весь из огня и окружен сиянием Это сияние еще похоже на радугу Вообще-то радуга и огонь очень разные на вид вещи Что это? Вы знаете, вот в иудейской традиции Очень любят толковать в священное писание Это, наверное, самое главное, чем занимается иудейская традиция Есть два жестких запрета Первый запрет — обсуждать то, что было до сотворения мира А второй запрет — комментировать вот этот текст Все остальные тексты, даже очень сложные и трудные, можно комментировать Этот комментировать в иудейской традиции запрещено Почему? Ну, наверное, потому что он непонятен Дело не только в этом Смотрите, Иезекииль видит видение Божье На самом деле он видит славу Божью Он видит Божество Он описывает его словами Которые, казалось бы, нарочито Отвергают наш повседневный опыт Вот в нашей жизни нет ничего такого Очень легко описать даже что-то такое новое Словами, которые, допустим, там водопад Мы увидели впервые в жизни словами, которые у нас уже есть Да, водопад — это вот такая колонна воды, шум, брызги, сияние радуги в этих брызгах Начинаем как-то себе это представлять А как описать то, что отсутствует в этом мире в принципе вот в таком зримом облике? Как описать явление Бога? И он прибегает к некоторым образам, которые, еще раз подчеркну, нарочито не соответствуют нашему опыту Движения одновременно во все стороны, не поворачиваясь Колесо, внутри которого другое колесо, которое может тоже ехать, не поворачиваясь Некто подобный человеку, который весь из огня и сияния Разве тогда это человек? И мне кажется, что здесь Иезекииль, по сути дела, сообщает две основные вещи своим слушателям Он говорит, во-первых, да, вы далеко от храма Да, Иерусалим скоро будет разрушен, но сейчас просто недоступен Да, вы выброшены вот из этого привычного круга, но это не значит, что здесь, в Вавилонской земле, далеко от святой земли нет Бога Это не значит, что здесь не может появиться нечто гораздо более славное, загадочное, величественное, чем вот там, в этом самом храме Иерусалимском Все это есть здесь А второе, не думайте, что вы можете это понять Очень часто наше современное богословие – это попытка построить такую принципиальную схему Бога И объяснить, как им пользоваться Как можно пользоваться вот этим существом Как можно объяснить вот эту колесницу Сам образ колесницы, ну, понятно, мы представляем себе с одной стороны движение, с другой стороны величие То есть это какое-то шествие царя В колесницу обычно впрягают лошадей, лучших лошадей Из колесницы связаны какие-то вот стражники, которые сопровождают эту колесницу Так и здесь животные, которые его сопровождают И вроде бы вот на уровне символическом образа мы кое-что начинаем понимать Что Бог – это царь, который является там, где он захочет Но одновременно мы понимаем, что мы абсолютно ничего про него не знаем Я приведу цитату из современной российской писательницы Людмилы Улицкой Люди не понимают, как устроено электричество, но думают, что знают, как устроен Бог Действительно, такое периодически происходит И вот первая глава из Эзекииля, мне кажется, ясна и свидетельство того, что мы этого не понимаем Но значит ли это, что Бог там где-то очень далеко, высоко, неизъясним, неизречен, непонятен, неведом нам Ну и все, вот есть галактика какая-нибудь далекая, ну есть она Нет, Бог входит в их жизнь вот здесь и сейчас в самое неожиданное время В самом неподходящем, казалось бы, для этого месте И Бог — это движение Мы легко, наверное, можем представить себе какую-то вот статичную такую фигуру Да, тоже в символичности Ветхозаветного храма Это было, ну, ковчег Завета, который понимается как престол Божий На котором символически, конечно, выседает Господь И да, это царский престол, вот он на царском престоле сидит Это представить себе, в общем-то, нетрудно, правда? Но как представить себе Бога, который движется одновременно во все стороны А как он слышит все молитвы одновременно? Меня в детстве этот вопрос занимал Значит, он к одному человеку прислушивается Так он другого не услышит в это время Но почему бы ему не остановиться где-то? А вот он такой, он одновременно движется во все стороны И эти животные, которые сопровождают его Они в духах, в колесах, они вместе с колесами движутся Не сказано, колеса за животными или животные за колесами Все вместе Вот это явление славы Господней Оно в каком-то смысле показывает, что Бог это движение Что это некое неизменение, не то, что он постоянно меняется Но это состояние, которое невозможно схватить и зафиксировать Вот здесь и сейчас Можно приводить огромное количество разных современных параллелей Там из области физики Я не физик, поэтому я не буду пытаться этого делать Будет звучать смешно Когда говорят, что электрон, волна и частица одновременно Что невозможно определить его местоположение в конкретный момент времени Что можно лишь говорить о вероятности его нахождения В каком-то смысле это движение сразу во все стороны В каком-то смысле это вот такое существо У которого четыре лица и все лица в разные стороны И, конечно, можно обратить внимание Что символика этого видения колесницы Она вошла и в христианскую символику Откуда у нас взялись четыре символа евангелистов А вот отсюда, смотрите Лицо человеческое, лицо львиное, лицо бычье, лицо орлиное Вот именно так изображают Не евангелистов, конечно, они все-таки люди все четыре Но неких таких ангелоподобных существ С которыми связывают евангелистов Это бык или телец Это орел Это лев Это человек С другой стороны, понятно, что Эти символы Это не просто некоторые произвольно выбранные животные Ну пусть даже красивые животные Благородные животные Но здесь есть какой-то такой Тоже не очень явный смысл Что, с одной стороны, есть в этом начало человеческое То есть человеческое лицо тоже есть А с другой стороны, какое-то общеприродное И вот, смотрите, лев — это хищник Вол или телец — это травоядное животное Орел — это птица, правда, тоже хищная Ну то есть разнообразие этого мира То есть то, что в этом мире находятся в самых разных живых существах Какие-то подобия И они просто величественные Одновременно очень разные Лев, бык, орел Ну и человек, который, конечно, тоже здесь присутствует Вот это разнообразие этого мира Разнообразие служения Богу Что вот нет какого-то единого такого способа Которым все должны абсолютно приближаться к Богу Что направление у каждого свое Да, они не случайно, эти существа идут в те стороны Куда смотрят их лица И не нужно думать, что вот все шагают строем Как в армии И поворачивают по команде Нет, они не поворачивают Каждый движется по своему пути И одновременно оказывается везде Вот мне кажется, что это ведение колесницы О нем можно говорить еще, наверное, часа три Не скучно будет Но оно показывает, насколько вот эти наши человеческие представления ограничены И насколько Бог в них не вписывается Насколько мы сами не вписываемся в них Если мы действительно желаем встречи с ним Ведь Езекииль не пытается нам описать, как устроен Бог Он даже не пытается нам подсказать, как с ним обращаться Чтобы получить какой-то нужный эффект Хотя это намного более полезная для человека задача Он приходит в некоторое восхищение и изумление перед этим видением И этого ему достаточно Он еще не знает, что произойдет с ним Что произойдет с этими людьми вокруг Что будет с Иерусалимом В книге об этом будет говориться дальше Но вот само это удивительное ощущение божественного присутствия Само это прикосновение к тайне Которую невозможно выразить человеческими словами Это уже начало пророчества В книге Исаии, например, описывается отдельное призвание пророка Здесь его нету, в общем-то То есть Езекииль как будто проваливается Вот находится там где-то, не знаю, гуляет в поле Делами какими-то повседневными занимается Что-то еще с ним И вдруг он проваливается в какую-то другую реальность Выходит из нее абсолютно другим человеком В том же месте Вот с теми же мыслями, вопросами С теми же окружающими людьми Но с опытом вот этого введения славы Божьей И это меняет все Это делает из него пророка Может быть, первая глава нужна нам не для того Чтобы рассматривать А что значит это существо, это лицо Колесо, глаз Или там свод Как бы изо льда Лед и пламя, кстати, тоже несочетаемые абсолютно вещи Здесь они соседствуют мирно Вот не для того, чтобы это пытаться расковырять Мы этого не сможем сделать Но для того, чтобы, может быть, прикоснуться к этому Удивительному ощущению Ослепительной и непостижимой тайны Которая коснулась языки Или сама коснулась его Когда он, может быть, того и не ждал Что вот Бог, он бывает таким А иначе не скажешь